всем огромный при огромный привет я рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня слышать ребят поговорим с вами о канале пиратская жизнь обсудим очередные видосы правда признаюсь честно не смотрю их все потому что слушайте может крыша съехать если просматривать там все заглянула на видеоролик горькая правда зачем нам права как на самом деле можно сдать короче не но у нас собирается заночит в кино слова нам говорит это у них традиция только с каких пор это традиция видно с тех пор как подписчики стали просто им кричать что вы вообще как-нибудь развлекаетесь или только ходите за жрачкой и жрете и значит не как говорит возьмем значит билеты на последний ряд до романтика будем целоваться а то дома нельзя выключить свет и поцеловаться я подумала бедный вовчик ну все приехали это наверное самые худшие наказание от нинки за несдачу на права говорит нинка что была мечта снять до целый кинозал для двоих но вованчик ей ответил да на то что она его там а за целует иди в жопу вот так вот нинок значит решила сходить в кино до чтобы заделаться в кинокритике и потом до делиться стоит смотреть и фильм или не стоит вообще ребят вот она правда уже не знает что снимать из крайности в крайность несет такую чушь что просто тошнит и я понимаю в чем причина паника денег раньше было дофигище да просто текли рекой теперь денег мало а возможностей так хочется больше да и поэтому сходят с ума каждый по-своему потому что зрителям особо не интересны бабосов получают мало охота много а работать идти не судьба вот исходят каждый с ума по-своему вот и колбасит нинку от этого тут еще вован не сдал на права хотя были ли эти права и было ли то обучение и если честно и после того как у него до пролилась кофе и как он этот поднос ли чем-то там нес дайте руки дребезжали неизвестно как меня осенило то что никогда он на них не сдаст ребят какие права там реакция нужна какие права ему вообще нужны не но я не знаю либо это уже просто фантазия с этими правами да ее просто всю до охватила либо действительно он пытается сдать на права пусть даже не пытается ребят если сафар да не сдал то мне кажется у сафара гораздо больше возможностей что говорить про вовчика пришла значит в кино уселась лыбу давит и говорит я пришла говорит и ищи ловлю интернет нинок ты чё пришла в кино ты чё пришла в кино интернет ловить или фильм посмотреть вот по ходу да просто ходит в кино не для того чтобы посмотреть а вот просто от того что уже реально делать нечего обленилась до такой степени что все неинтересно все бессмысленно поэтому и поперлась ну а еще да зрители просят просят менять контент ну хоть в кино да сходит и запишет что была сходила и отчитается и даже с походом в кинотеатр ничего у нинки не вышло и там она все мозги компасировала этими правами этой сдачи что якобы 2000 заплатила и все это специально знала бы не связывалась бы с этими правами не ног связывалась бы ты не связывалась да не сдаст он в жизни на права пиши другой сценарий даже не ног опять шагала после кафе и пролитого кофе под ручку с фуфиком да это всегда так забавно как они ходят да такие чудесные такая чудесная пара до нинка так его держит так его держит чтоб только не сбежал чтоб только не сбежал что поди согласно вечно ему оплачивать сдачу на права короче идиот благодарит безмерно сколько истории ей написали сколько советов дали ребят но вот уже сколько роликов она на эту тему запилюкала сколько она уже насочиняла этих объяснялок вот кому скажите это интересно кому ей самой поди не интересно то что она выдумывает да то одно трепещет то другое трепещет фу и вот этот вот контент она считает что должен быть высоко оплачиваемый не на срочно меняй контент и хватит истерить а коменты которые вы заслуживаете такие вы и получаете следующий видос это вообще было шо то чем то да шах и мат хейты рюги теперь шизофреники нас не беспокоят во как во как оказывается люди да которые пересылают там по рублику да по 50 копеек шизофреники и нинка да отправляет тех кто кормит ее и ее альфонса безработного да называет шизофрениками и отправляет к психиатру вот вы знаете этой парочки поди самим давным-давно пора обратиться к психиатру просто знаете крыша едет не спеша легким шифером шурша а лишь потому что деньги деньги рублики копейки да как время золотое где оно вот все время золотое кончилось остались действительно у пиратов копейки и прям уже чуть ли не задавила обоих жаба не знают уже что делать что фантазировать что придумывать нинка уже скоро плясать на столе будет за рубль да а говорит рублики свои копейки оставьте при себе не ног подожди время придет за рублики за 50 копеек польку плясать будешь на столе карточку говорит разгрызу чтобы хейтерюги и не могли гадить да а гадить это копейками это какой кошмар а хорошие добрые люди дошли те нам побольше в тысячных в тысячных десятитысячных и не меньше и главное не забывайте про акцию выпуск из бана 500 рублей слушайте за 500 рублей да можно 10 аккаунтов создать и строчить строчить не перестрочить всех не ног в баньку то ты не скинешь потому что в баньку то ты безденежную попадешь скоро сама стонешь 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 но все равно ничего не мог не можешь выстануть да все никак не капают тебе деньги с неба знаете настолько они смешные и такие они сейчас злые это ж надо так колбасит колбасит от комментов колбасит от безденежья ну ничего ну вот вот уже вот вот будет зарплата ну наконец-таки зашелестят купюры в руках или там покажут на экране на карточке все все не на хватит истерить деньги уже рядом уже близко уже переводы отправлены до доход отправлен так что хватит истерить и стонать и закрывать комменты ребята если честно вот с каждым их видосом все страшнее и страшнее уже и за нинку и за вовика с такими истериками как у них да особенно у нинке да истерика за истерикой с отключением прям комментов как бы оба не уехали и никуда да от таких переживаний это же надо так и не любят правду о себе что истерят и истерят и деньги зато очень любят а никто им не шлет копеечки рублики и от этого у нинка прямо поднимаются нервы и опять говорит мне всего достаточно если надо будет говорит и я попрошу допросишь ты ежедневно ты не просто просишь ты выпрашиваешь каждый день тоже надо быть такой позорной мамой чтобы не отправлять сына на работу а с протянутой рукой круглосуточно сидеть в интернете главное что одна что вторая скажите где я попрошайничаю но говорить никогда не откажусь если и ей предложат шо уралка шо нинка но уралкой лямзит у нинки то нинка у уралки лямзит носятся по каналам да и знаете выискивают где бы у кого чего почерпнуть такого чтобы было побольше денег чтоб можно было вытащить из сердобольных людей но только вот сейчас люди нынче мудрые да видят всю фальшь видят весь обман но если еще уралка может обдурить да и сказать что так болят ноги так все болит и ничего не помогает тони ног как бы ты не трепала да и не ездила по ушам своих зрителей ну тебе явно никто не подаст аж бы тебя не колбасила девочка моя пятую точку нужно поднять размять и идти работать ну и фуфика под руку с собой тащить хош дворы мети хош в пятерочке в колпаке на кассе сиди выбирай шо хош и тогда может быть будет побольше шуршать на карте нет в руках денег и на экране мелькать да ну а пока тебя будет колбасить действительно и от комментов будет колбасить и от правды а больше всего тебя будет колбасить от недостачи денег чё бы ты там не плела чё бы ты там не говорила какая ты миллионерша какая ты самодостаточная знаем мы куда уходят твои миллионы это место называется трон для пятой точки короче мои хорошие пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии ну а я буду заканчивать и прежде чем с вами попрощаться как всегда желаю каждому из вас прекрасного настроения позитивных эмоций мирного неба над головой любви добра понимания и конечно же здоровья берегите себя берегите своих близких ну а я вас обнимаю всем пока пока